МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа к нам приехала на телеканале Ля Минора. Я ее ведущий Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях замечательная личность, друзья. Тому сегодня доказательство его присутствия. Актер театра, квартет и сценарист, оператор и, наконец-то, автор-исполнитель Александр Демидов. В жизни есть печаль и место, Ты была мне дорога. Парня бросила невеста и наставила рога. Ты передо мной не виновата, ты передо мной не виновата, хоть была и не права. Ты передо мной не виновата, ты передо мной не виновата, на куски б тебя порвала. И никто не застрахован, а со здоровьем не дуг. Ты в постели был прикован, а потому что бросил друг. Ты передо мной не виноватый, ты передо мной не виноватый, хоть и был со мной не прав. Ты передо мной не виноватый, ты передо мной не виноватый, на куски б тебя порвала. Ой-ё-о-о-о-о, ой-ё-о-о, ой-ё-о-о-о. В жизни всякое бывает, а ведь на то она и жизнь Нас порой не понимают, а хоть об стенку расшибись Вы передо мной не виноваты, вы передо мной не виноваты Хоть и были не правы, вы передо мной не виноваты Все передо мной не виноваты, на куски вас разорви Вы передо мной не виноваты, все передо мной не виноваты Хоть и были не правы, вы передо мной не виноваты Все передо мной не виноваты, на куски вас разорви. Ой-ё-о, 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 ой-ё-о-о. Привет, Саша, здравствуйте, господа музыканты. Саша, несколько слов об этом замечательном акустическом мини-игульсе такого русского пошиба, скажем так. Это остатки или частичка, часть группы «Бобры», с которой я, собственно говоря, выпустил свой диск под названием «Середина», свой первый альбом. И, собственно говоря, мы в таком составе пришли сюда к вам в гости. Вот, я представлю это Александр Сомов и Владимир Колпаков. Добрый день. Очень приятно. Середина – это, ну, понятно, что это символ. Символ чего? Середина чего? Середина пути, собственно, подведение итогов, кризис среднего возраста. Ну, и просто как-то так случилось, что мне уже случилось 38 лет, практически середина жизни, середина пути пройдена. И всё, что у меня было написано мной за, там, 20 лет, и стихов, и положенных на музыку, всё это вошло в альбом. И во всех этих песнях, собственно говоря, весь я. То есть на сцене я, наверное, другой, у меня другой образ, я играю другие роли. А здесь я вот такой, какой я был вот эти последние 20 лет. И в каждой песне есть какая-то моя история, моё переживание, моя смешная история и так далее, и так далее, и так далее. Такие этапы небольшого пути. Понятно. Вот скажи, Шура, вот мне особо интересно, кризис среднего возраста. Я сам именно в 38 лет, два года назад выпустил альбом под таким названием. Вот кризис среднего возраста. У тебя середина, в принципе. Что для тебя вот кризис среднего возраста? Какие переживания, какие метаморфозы жизненные? Ну, во-первых, некая пустота и усталость от всего, что тебя окружает или окружало на тот момент. То есть я себя считаю человеком, мне кажется, как и любой человек, человеком бегущим по жизни. Ну, вряд ли кто-то там в основном лежит на диване. Все мы куда-то движемся в той или иной степени. Заставляет бежать, извини, что время, возраст или город? То есть все заставляет бежать. Работа, окружение, заботы, мысли. И ты бежишь, 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 и в какой-то конкретный момент он у всех по-разному. У кого-то в 35 лет это случается, у кого-то в 33 года, у кого-то в 33. У меня вот случилось там года два тоже назад, когда я, ну, не то чтобы разочаровался во всем, а я просто от всего устал. Я устал от бега, и у меня возникло много вопросов, «Зачем я занимаюсь там своей профессией? Зачем я живу там с этим человеком? Зачем я дружу вот с этим человеком?» И вот это как мы с ребятами там из моего театра, из нашего театра, из квартета ИИ, с музыкантами, с которыми я дружу, много говорили на эту тему, пришли к выводу, что это просто какой-то химический процесс, который тебя накрывает. И выйти из него невозможно. Он как накрыл тебя, так, собственно, потом тебя и отпустил. То есть это нужно просто переболеть, как грипп, я не знаю, какую-то болезнь, переломаться, как-то вот перетрястись, а дальше уже выйти с чем-то там, более опустошенным или более наполненным. Но в любом случае этот кризис, он закончится. Кто ты будешь после этого кризиса? Человек депрессивный, циничный, злой там на всех людей, окружающую действительность? Или радостный, просветленный, нашедший вопросы, ответы на все вопросы? Я нашел. Вот чем у тебя этот гормональный, химический взрыв закончился? Я понял. Я, во-первых, я избавился от иллюзий. По поводу? По поводу того, что, например, там, по поводу того, что друг... У меня были такие иллюзии, что друг – это там навсегда, да? Что женщина – это там навсегда, что там... Ну, то есть вот как бы вот... Ну, и идеализм такой, правильно. То есть, как ни странно, выводы, которые я сделал, они меня не обрадовали. То есть они как раз неутешительные. Но мне почему-то стало от них спокойнее. То есть я расстался с этими иллюзиями и понял, что тебя могут подвести, тебя могут изменить, тебя могут обидеть. Так же, как и ты можешь сделать боль людям. И ты... Саша, извини, это было гипотетически или на конкретных примерах? На конкретных примерах. Вот в этой песне, кстати, там же тоже первый куплет посвящен всем женщинам, грубо говоря, которые наставили рога. Второй куплет – друзьям, которые бросили тебя где-то. А третий – просто всем людям, которые... На перспективу. Ну да, то есть, да, которые просто тебя, бедного, недолюбили или не дали тебе той любви. И второе – я понял, что... Вот расстался с иллюзиями и понял, что никогда в жизни не нужно делать человеку то, что ты не хочешь, чтобы он тебя сделал. Это для меня тоже было очень важно. Вот в преодолении этого кризиса я стал как-то более внимательнее относиться к окружающим людям, не только к себе раньше, как я относился. Вот это интересно. Я, кстати, хотел вопрос задать по этому поводу. Не долюбили это одно, а вот самому дать. А вот самому дать любви, да. Тогда все становится на свои места. И вот этот третий, собственно, вытекает отсюда, что расстался с иллюзиями, стал внимательно относиться к людям и понял, что главное – это любовь во всех проявлениях. Ее не бывает мало, то есть, ее не бывает много, ее всегда не хватает. Поэтому нужно любить во всем – в творчестве, в конкретном отношении к человеку. И эта любовь тебя спасет, вытащит и убережет от всех депрессий, от всех кризисов. Слушай, Саш, вот, честно говоря, я первый раз в жизни встречаю человека, который на протяжении 20 лет писал альбом. Это в 89-м году, насколько я понял, началась первая песня. О чем эта песня была? Ну, эта песня, как ни странно, тоже туда, к моим самокопаниям. Эта песня посвящалась всем моим врагам. Я поступил в ГИТИС в 88-м году. И, собственно говоря, там все писали, сочиняли, пели, плясали, как-то реализовывались. И я тоже заразился этим и стал что-то такое придумывать. Первую песню написал, она называется «Свои заботы». И посвящается всем моим врагам. Вот сейчас я уже со своих 38 лет, глядя туда, мне просто смешно. Какие у меня были-то враги? Тогда было невероятно беззаботное время. Ужасное, конечно, было со страной, но при этом я был защищен государством. У меня была стипендия, я учился в замечательном институте, жил в общежитии на Трифоновке невероятном, где жили, не знаю, там, до меня. И сейчас там учатся известные и талантливые люди. И все как-то так пилось, игралось, разговаривалось. Все было очень хорошо. При этом у меня были какие-то враги. Слушай, ты знаешь, я предлагаю послушать следующую песню. А о том, как на Трифоновке пилось, игралось и вражилось, я думаю, после песни мы уже поговорим. А следующая песня у нас под названием «Как раз свои заботы». Свои заботы, как пепел сигареты, Смахну на тех, кто мне желает зла. Ах, как же вы, порою все капризны И не готовы к суматохе дня. Я вам кричал, но вы ни разу в жизни Без смеха не взглянули на меня. Мне не нужны улыбки в этот вечер, К чему теперь пожатие руки? Кто вам сказал, что я желаю встречи? И пусть мы рядом, но вы мои враги. Я не жалею о прожитом нисколько, Наоборот, мне просто жалко вас. Вы говорили очень много только, Вы говорили раньше, я сейчас. Свои заботы, как пепел сигареты, Смахну на тех, кто мне желает зла. Еще не все на свете песни спеты, И впереди нас ждут великие дела. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Неуверенно прозвучала последняя нота. Там именно Александр Демидов сегодня у нас в гостях. Саш, а как рано ты решил стать актером? И вообще, как семья отнеслась к твоему выбору? Ну, семья странно отнеслась. У меня такая очень простая семья. И вообще я с 7 лет жил до поступления в институт в городе Рязани. И, соответственно, выборов у меня поступить было только в военное училище. ВДВ, МВД, школа там. Я писал заявления в Афганистан, как все мальчики, естественно. Ходил в школу юноц-десантника. Школа связи там есть, автомобилка. И всегда занимался в театральных студиях. Был секретарем комитета комсомола. И, так сказать, занимался какими-то новогодними огоньками, агитбригадами. Ты был высок, Александр. Я был высок. Я был самый молодой секретарь комитета комсомола. Всего района. Я в седьмой классе уже стал. Я уже такую должность имел. Ты понял, что значит? Я понял, да. Как надо жить. Я решил реализоваться, собственно говоря, таким образом. Сократил прием в комсомол на 70%, потому что задавал вопрос. А зачем вы вступаете в комсомол? Обычно спрашивали. Что такое принцип демократических централизма? Сколько стоит устав, сколько хлеб стоит. Да, да, да. Здесь вопрос, зачем? Всех вставил в ступор. И ко мне пришли из райкома. Было огромное собрание. Вся школа сидела. За меня вступил секретарь парт-организации. Я был героем. Я представляю, что они... Нет, а вот не было такого. Демидов, это что за фигня такая? Почему падают проценты вступления в комсомольскую организацию? Ходят вообще, какой-то мальчишка вообще, желторотик, семиклассник. Что ты тут устраиваешь? И в классе в седьмом я понял, что я буду артистом, потому что, поперебирав в голове, кем же я хочу быть, военным, пожарником, космонавтом, я не знаю, ну еще куча профессий, понял, что кем угодно могу быть, если буду хорошим артистом, сыграю все роли и, собственно говоря... И в космос можно гипотетически слетать. Слетать и пожарником, и автомобилистом, и бандитом, и кем угодно. Любая профессия. И потом, как это ни странно, после школы было два варианта. Попробовать поступить в институт, что нереально, естественно, ну сто человек на место конкурс, и пойти в армию. Вот. И я пошел... Что абсолютно реально. Что абсолютно реально. В лакансии. В лакансии. Да-да-да-да. Вот. Меня брали в роту даже юных дзержинцев. Я должен был, так как у меня отец был военный, стоять около Кремля там или на посту там номер один. Не, ну рост как раз фактура позволяет, все. Да. Многие говорят, там лопаются только потом. Вот. Значит, я, как ни странно, поступил на эстрадный факультет ГИТИСа. Сразу же поступил. Да. А получилось-то потому, что наш мастер, Владимир Сергеевич Коровин, совершенно не понимал, все педагоги понимали, что если мы сейчас берем мальчишку молодого, его через два-три месяца возьмут в армию. И поэтому к Фоменко, куда я поступал, к Хейфицу тогда набирали, к Андрееву, все, конечно, смотрели на меня и говорили, либо что там, я не подхожу, идите, вам не место в искусстве, либо говорили, слушай, парень, ну ты способный, ну ты же через два-три месяца уйдешь в армию, и чего. А Владимир Сергеевич Коровин, не от мира сего, совершенно не понимал, какая армия. Он просто набрал всех нас, желторотиков, которые вот потом превратились мы в театр. Практически все молодые ребята после армии, не служившие. То есть как-то вот так все случилось. В каком амплуа ты себя показывал? Ой, это было очень смешно. Дело в том, что я занимался в театральной студии, и, конечно, видел себя драматическим актером. Вот, и мы там ставили... Не, на первом курсе это у всех практически. Да, и, значит, я, конечно же, хотел быть актером драматического театра, и поступал я, мы в театральной студии ставили блока 12, и вот представьте меня, представьте меня худого, вот с такой шевелюрой, с худеньким личиком, 60 килограмм веса, с огромными глазами, читающего на эстрадном факультете ГИТИСа отрывок из блока 12. То есть я совершенно серьезно это все делал. Я не... Комиссия лежала. Вот. Когда я потом перепутал на коллоквиуме Грибоедова с Тургеневым, мне почему-то поставили пять. То есть как бы вот эти две пятерки, одна за блока, другая за... За то, что я перепутал Грибоедова с Тургеневым, там длинная история. Дали мне возможность поступить, и набрать тот балл, чтобы пройти, и стать таким артистом, наверное, все-таки комического жанра, хотя те спектакли, которые мы сейчас играем, там уже, уже есть немного драмы. Как с армией был улажен вопрос? Улажен ли? Улажен вопрос был следующим образом. К моему папе в город Рязань приходил участковый, а он был за начальником милиции, папа мой, и говорил, так, а, Сергей Васильевич, извините, и уходил. Вот. А я стоял потом на учете в Москве, и в этот период, с 88-го года по 93-й, в стране происходили, как ты понимаешь, ужасные вещи. Помню, да, да. То давали отсрочку учащимся во всех институтах, то потом эту отсрочку забирали, оставляли только на военных кафедрах, то опять говорили, что надо доучиться и служить год. И вот на этом, таком, ну, как бы, на самом деле бардаке и ужасе, которое происходило в государстве, я как-то мимо этого прошел. А там мне грянуло 27 лет, я устроил концерт для военкомата города Рязани, прошел все комиссии, и мне сказали, что я не служил в армии в военном билете, но годен к строевой службе. Поэтому я, к сожалению, два года не был в армии, но родину, если надо будет защищать, с удовольствием. Люблю. Люблю. Понятно. Саш, слушай, а вот очень многие студенты, проходящие обучение в вузах театральных, ну, как, немногие, может быть, есть какие-то специализированные подразделения, там, театр советской армии. Театр, да. Туда очень сложно было попасть. По блату. Нужно было быть сыном этого. Именно так. Начальника милиции Москвы. Именно так. Или там, ну, то есть, вот в основном, я знаком, кстати, со многими ребятами, пересекался там на сцене, в кино, которые именно вот там отслужили. И у каждого там была своя история. Из них мало кто попал просто так. В основном это вот как-то вот просили, пожалуйста. Ну, как в армию, если попадал, просили устроить в оркестр, например, что ты музыкант. Вот. Так же вот эта система. Ясно. Песни писались с 89-го. А вообще первая песня когда твоя написана была? Первая песня была написана... Знаешь, я тебе еще перебью с оговорочки такой. Так как ты занимал серьезную комсомольскую должность, были ли потуги по поводу написания каких-то, не знаю, патриотических там... Они были в пионерском лагере в детстве. Я начал писать стишки. Ну, типа там, «Ленин – это все наше самое лучшее», «Дорогой дедушка». Ну, то есть это было, конечно, отвратительно. Вот я потом это читал. Это невероятно чудовищно. Слушай, а можно выпустить как-то сборник комических стихов. Нет, это сборник чудовищных стихов Александра Демидова. Вот. И я написал стихотворение «Чудовищное», которое называлось что-то «Могила неизвестного солдата». То есть это вот такая, вроде бы, такая тема, ну, настоящая для меня. Слушай, чудовищное по своей гениальности было? И чудовищное по своей вообще идиотизму, рифмам, каким-то там просто там, короче, там суть была в том, что на могилу неизвестного солдата приходили там девочки, мальчики, там бабушки, дедушки. И они там что-то все пытались отдать им вот в этой могиле. Но это, то есть, из этого, конечно, можно сделать как историю невероятную, трогательную. Но у меня это было все очень примитивно. И я в пионерском лагере где-то там 20 июня подошел к самому толстому, противному мальчику и сказал «Слушай, там, Коля, я стихи пишу. Ты не могу подойти к пионер-вожатой и сказать, что, ну, Саша пишет стихи». Ну, и там булку ему какую-то дал. В общем, этот... Купил его. Да, купил булкой. Тот пошел, сказал, «А там у нас Саша-то стихи пишет». «Да, Саша, ты пишешь стихи?» «Ну да, пишу стихи». А вот сейчас же будет у нас линейка посвященная вот это начало Великой Отечественной войны. Может, ты прочитаешь? Да нет, ну что вы. И, значит, я прочитал на линейке. Это чудовищное стихотворение. Вот. Две девочки со мной после этого стали дружить. Вот, собственно, вот это был мой первый успех. Не, ну мысль-то благая была, ничего себе, пары-то хорошей. Дальше ничего комсомольско-патриотического из меня уже не вылезло. Вот. Дальше были какие-то такие песенки, не заслуживающие никакого внимания, и даже уже утеряны, и слава богу, что утеряны. А после этого с тобой подружилось еще четыре девочки. Да. Давай послушаем. Ну, мало ли, на перспективу. Ну да. Может, еще подружатся какие-нибудь девочки. Просто подружатся. О, одиночество, следующая песня. Вот, кстати. Да, очень вовремя. То есть там вот одиночество у меня прошло, потому что две девочки-то появились. Угу. Здесь мое одиночество Уходить не хочется. Занавески задернуты, Кресла в пледы завернуты, Стрелок стук не слышится, Тихо-тихо дышится. Дребежит печальненько, Лишь средств сток чайника. За стеной жизнь ясная, С песнями да плясками, Лица все под масками, Да мельтешат красками. Задолбала, 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 задолбала. Встану посередочки, Да налью водочки. Там плясать хочется, А здесь одиночество Задолбала, 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 задолбала. Здесь мое одиночество Уходить не хочется. Занавески задернуты, Кресла в пледы завернуты Стрелок стук не слышится Тихо-тихо дышится Дребежит печальненько Лишь свисток чайника Задолбала Хорошее резюме, друзья мои Хорошее, есть перспектива в завтрашнем дне Александр Демидов у нас в гостях Саш, когда, вернее, как И все ли выпускники Гетиса Участвуют в замечательном коллективе Квартет И Нет Ну, во-первых, мысль создать театр Приходит к каждому выпускному курсу Просто у него у каждого потом курсы получается Где-то на четвертом курсе Мы с одним из квартета, с Лешей Баратцем Пришли на курсы, сказали, что давайте сделаем театр Кто с нами, кто с нами Вот у нас есть последний год, давайте, дерзаем И к финалу выпуска Нас осталось, собственно говоря, пять человек Четыре артиста И наш режиссер Сережа Петриков То есть, как бы, основатели, учредители, двигатели И, так сказать, развиватели этого дела Вот Потом к нам с курса еще У нас остался один артист Сережа Перевозкина У нас сейчас с нами не работает И жена Леша Баратца, Аня Касаткина Которая работает с нами в спектаклях А потом уже к квартету И Присоединилось огромное количество наших друзей С которыми мы познакомились В общежитии, на концерте В компании И этот список можно Просто он Очень длинный Это группа несчастных случаев И это союз объединяющий Да То есть, квартет от четыре человека Наш режиссер заметил, что Мастер с нами работал по Методу Эфроса, этюдному То есть, мы делали этюды, 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 этюды И Сережа заметил, что Те этюды, в которых участвует наша четверка Или кто-то из четверки Получаются смешными И вот образовался, так называемый, квартет То есть, вот это, как бы, самые четыре смешные физиономии И еще была одна история На первом курсе Первого сентября Когда, вот, знакомьтесь, первый курс Существует фотография Где среди всего курса Курс человек 20 Стоит в обнимку четыре физиономии Будущий квартет Который еще не знает, что он будет квартетом Что он будет работать этюдными методами Что эти этюды будут получаться с участием Каждого из них смешными И так далее Фотография, четыре молодые Оголтелые Физиономии Смотрящие куда-то в будущее В обнимку Не в пятером Не в семером Не в пятнадцатером Вот такая какая-то вот судьба Вот Поэтому Ясно А что-то мысль была только что Какая-то умная Ну, то есть, не все вошли В театр Ну, присоединились многие А, вспомнил, вспомнил Времена-то были веселые Все-таки середина 90-х Да и начало 90-х С работой всегда У театрального человека Были проблемы Если ты не в репертуарном театре А в репертуарном театре тоже проблемы Потому что Ты как бы неотрывно работаешь Много денег не заработаешь Ну, честно, если правде в глаза смотреть С воды на хлеб По большому счету Поэтому Я занимался Продажей герметизаторов Для автомобильных шин Жевательные резины Камиль продавал подносы А, значит Что мы еще делали Какие-то Ну, что-то мы Я продавал В Рязани У меня был офис Я занимался деловой литературой Какой-то То есть Мы Вздохнули И поняли Что мы там успешны И материально более-менее обеспечены Через 10 лет Все 10 лет мы ходили по банкам И обошли со славой 50 банков И в одном нам дали 1000 долларов Значит Мы ходили Клеили афиши по Арбату И за нами их срывали бабушки Нас Мы несли ночью в путь Декорации Которые покрасили Значит В подъезде у нашего режиссера Потому что только у него была Московская квартира И нас остановили милиционеры Потому что Ну В Москве непонятно что Тут еще какая-то Бригада тащит какие-то щиты То ли для баррикад То ли для чего Саша Ты хочешь сказать Что в квартете И ни одного москвича нету В принципе Кроме Сережи Ни одного У нас многонациональный Татарско-еврейско-русский Я Национальное меньшинство В коллективе Потому что у нас два еврея Татарин Два с половиной еврея Татарин Не, ну ты чувствуешь Иноземный гнет Вообще Безусловно Безусловно А как это проявляется? Чаи отнимают Сахара не докладывают Каким образом? Очень хорошо об этом Когда у нас был юбилей Гениально Придумал номер нам Геннадий Викторович Хазанов И там Как бы он Все это построил Как басню Крылова Что там задумали Ну я не могу сейчас Вспомнить по рифам Что там Ну задумали Как-то там Как-то два еврея Решили там создать квартет Но для там Квартета двух евреев мало Ну и тут значит Там Татарин Бежал Значит Татарина нам взяли И значит Мысль развивается так Что В многонациональном Русском обществе Все-таки Нужен один русский Тут Бежал К ручью напиться Демидов В общем Они меня хватают И значит Суть такая Что Они этого бедного И что Так значит В краю родном Там русский человек Стал национальным меньшинством И значит Его там Мучают Торой Кораном Значит Встает он там Бедный Рана И значит Так Вот в общем Жизнь ужасная У него идет А Сашка слушает А Сашка слушает И пьет Автор написал А Сашка слушает Да пьет В общем Вот такая штука Поэтому Он такой гнет присутствует Но вообще Мы 20 лет вместе 20 лет И поэтому Мы уже как Друг другу Ну как Рука и нога Знаете Как тут уже Я даже не знаю Друзья мы ли Коллеги ли мы Может это уже такое Что Просто невозможно Уже сформулировать То есть Мы какой-то Вот организм Один Который ругался Расходился И такое было Да Кидался другу стульями И так далее И так далее Посылал друг друга Делал гадости Изменял Ну в другом смысле Это слово В хорошем смысле В хорошем смысле Вот Подводил Но при этом Вот мы Нам 15 лет Как мы театр И 20 лет Как мы Люди Знающие друг друга Был бы стакан в руке Сказал бы Ну за стаж А у нас звонок Алло Виталий Добрый вечер Здравствуйте Владимир Владимир Виталий Что-то давно Не было вас видно Все-таки наверное Ворванули в Орел Нет нет Не в Орел Из Юрмала Вчера прилетел С концерта Но сейчас не об этом Александр Эмитов Сейчас не об этом Я вот Немножко запоздал К вашей передаче Смотрю на экран Сидит Стояна Только немножко Помоложе Ну и вот В этой связи Вам никто не говорил Что вы похожи на Стояна Я расскажу И стою сейчас И еще Один вопрос Правда не по теме Песни ваши оригинальные Мне понравились А вот вы Работали в комсомоле Изнутри эту работу Знаете И вот Нужна ли была Эта организация Раньше И не возродить Или что-то подобное Сегодня Спасибо Спасибо Начну с серьезного Второго вопроса Организация Под названием Комсомол Когда я ее застал Была уже не нужна Вот А когда наверное Начиналось Как благое дело С каким-то таким рвением И То же самое Как наверное Коммунисты 901 года Настоящие Они тоже Это как-то придумывали Наверное Искренне С чистым там Сердцем Поэтому Когда я застал Комсомол Я поэтому И сократил На 70% Прием Потому что Понимал Что туда Люди Вступают Формально И в комсомоле Я занимался Собственно говоря Тем Что Ну как бы Занимался Культурно-массовой Программой А не Так сказать Продвижением Каких-то идей В массы В школе своей Вот Возродить ее Сейчас или не Возродить Я не знаю Мне сложно сказать Это должны прийти опять Какие-то Люди С идеей С Чистым сердцем Холодными руками Там Или как это называется Вот По поводу Стоянова Как-то мы вели концерт И Подошла ко мне девушка И говорит Господи Можно я с вами постою Я говорю Да пожалуйста У меня перерыв Вот между номерами Сейчас Ой Я просто Я так вас люблю Вы все представить не можете Как я вас люблю Только вот вы на экране Вы пополней на экране Я говорю Ну экран полнит вообще Вообще-то полнит Я все передачи ваши смотрю Я говорю Да я не особо Передачи-то не снимаю Что так Интервью какие-то Ну вы только скажите Только извините Вы Олейников или Стоянов Ну я сказал Что я Стоянов И мне сам Юра говорил Что я похож очень на его сына Ну и на него тоже Если мне не может Может немножко Незаконно рожденный Правда Да-да-да Знаешь У моего друга Моего коллеги Клавишник есть у меня Анатолий Завод Несколько лет с ним работали А он одно время работал С Женей Белоусовым Ну там тусовочка такая Попсовая была И на одном из концертов А ему было всего 23 года И чем-то он был похож На Андрея Вадимовича Макаревича Вот Но Макаревичу-то Извините меня Уже за полтинничек Тогда было Вот И Толику 22 или 23 И к нему подходит на гастроли Какой-то мужик Говорит Макар Говорит Так рад видеть тебя Говорит Ну ты так постарел Мамы Все Смешно Смешно Да Давай послушаем Следующую песню Река Называется Она Я не знаю С какой Стороны Ждать Беды Я не вижу На небе Своей звезды Этот день Что мне там Чей-то хитрый обман Он умрет Как и прежние От моих ран Чья-то боль и тоска Тихо бьют у виска Чьи-то руки Бросают В лицо Горсть Песка И сквозь Савва Ночной Я иду Со мне Свой По дороге Туда Где мой сон Где мой сон и покой Разольется Здесь река Не достанем мы до дна Не успеем раствориться Километры Километры между строк Прыгнет сердце На порог В твои двери Постучится Я не знаю с какой стороны ждать беды Я не вижу на небе своей звезды Этот день Что мне дам Чей-то хитрый обман Он умрет Как и прежние От моих ран Разольется Здесь река Не достанем мы до дна Не успеем раствориться Километры между строк Прыгнет сердце На порог В твои двери Постучится Разольется Здесь река Не достанем мы до дна Не успеем раствориться Километры между строк Прыгнет сердце На порог В твои двери Постучится Саша, вот эта вот фраза Заразившая, наверное, но я не знаю, меня точно Вот это вот Ма-ла-дец Вы тут все Ма-ла-дцы Кто автор? Автор, собственно говоря, Леша Барац Который эту фразу и говорит Была написана пьеса Спектакль День радио По которому потом был снят фильм И понятно, что каждый спектакль Он потом имеет вторую жизнь Мы начинаем импровизировать Когда там уже 20-й или 25-й спектакль И что-то добавляется Очень много добавляется И вот эта вот фраза Она не была в пьесе Она была придумана Как импровизационная штучка Потом импровизационная штучка Это вошла в фильм Ну, опять-таки, осталось в спектакле И сейчас уже является крылатой Вот, пошла в народ А слушай, на спектакле Часто ли раскалывали друг друга? Конечно Дело в том, что мы играем День радио Уже, наверное Я сейчас просто поясню нашим телезрителям Что такое расколоть Это поставить своего коллегу Актера Не совсем удобное положение Скажем так Но нужно это сделать так Чтобы зритель не понял А все актеры просто покатываются В это время с осмехом Вот, продолжаем В общем, так как мы спектакль этот играем Уже там, не знаю Девятый сезон, наверное, сейчас будет То мы, конечно, немножко от него устали И вот этот раскол Он как бы дает новую жизнь Какую-то энергию спектаклю То есть ты не просто говоришь заученный текст А ты начинаешь еще как-то баловаться на сцене Вот, раскалывать, так сказать, коллегу Вот И поэтому, как бы, всегда это приветствуется Единственное Есть артисты, которые колются Очень быстро Есть, например, артисты, которые вообще не колются Миша Козырев его вообще нереально расколол Например Вот А все остальные Так сказать Только моргни глазом И тут же Сразу начинает Глаз так У всех так Соловеть Уголки губ Начинают расплываться Бывали моменты Что просто не могли произнести текст У нас там есть сцена, например Где мы говорим С радиостанцией Радиостанция у нас на столе стоит И значит И мы говорим с каким-то Петропавловском, Камчатском И там вот Что нужно там нам помочь Каким-то образом И мы все так сказать Вокруг стола такие Сгрудились И в какой-то момент я должен Человек на На той стороне Значит Провода Он как бы засыпает Слушай, Саша, извини Перебью тебя Потому что нам как раз Звонят издалека Точно С Алтая И Алло Это практически Петропавловск Камчатский Здравствуйте Все Ну, к сожалению Простите нас И в общем Я там Бью папкой По этой Радиостанции По этой Значит По этому Как он Телекоммуникационному Какому-то объекту Ну, который говорить должен Поговорил Поговорилки по этой Вот А дальше Я придумал Такие штучки Что я бью И еще потихонечку Пристреливаю Этот телефончик Из пистолетика Такой Тук Ребята видят Зритель не видит Очень смешно Они сразу Так В следующий раз Я бью папкой И у меня только Пирочный ножик Я прирезал Радиостанцию И вот я придумал Кучу-кучу Всех вариантов Когда мы Там у нас еще Работает с нами Группа Несчастный случай И они нам Пирожки В пирожки Насыпали какой-то Такой дряни Которую мы А мы там едим И мы это съели А там какой-то соус Невероятно привезенный Из каких-то там Закарпатских Не знаю Там гор Специальный Специальный Короче У нас горят рты И мы им отомстили Мы поставили Монитор Перед музыкантами Ну Зрители не видят А монитор Музыканты Большой монитор И пустили там Жесткое порно Вот В те моменты Когда они должны Играть Реакция какая была Ну Сразу голую вниз Но база гитариста Заинтересовался И к финалу Уже попадал в такт Так что Расколы бывали Совершенно разные Слушай Саш В принципе Чтобы писать О радио Нужно знать Специфику Потому что там Все достаточно точно И тонко Должно быть Что это было В принципе Для обывателя Тут В большом счете Делай что хочешь В принципе Вот скажешь Радио такое И он поверит Но Я знаю И сам по себе Знаю Что там Действительно Очень точно Переданы Многие нюансы Мы подружились С Мишей Козыревым И ходили к нему На радио Вот И посмотрели На всю эту кухню И собственно говоря Понятно Что на каждой радиостанции Есть какая-то Прима Есть представитель Традиционной ориентации Есть какой-нибудь Техник Который любит На каждой радиостанции Я думаю Да То есть Мы взяли персонали Которые в любом случае В той или иной степени Там представлены А вот Эту Нетрадиционную Ориентацию Это Леша по-моему Да Играл А он не противился Он сразу взвалил На себя Ну взвалил На себя Это конечно Очень смешанное У меня в аэропорту Подбегает Какая-то там Компания Ой мы вас знаем Мы вас знаем Я думаю Сейчас будут Попросить автограф Фотографироваться Ой мы вас знаем Вы говорите Ты Два вопроса Скажите Леша не голубой Я говорю нет А Камиль не пьет Нет Все Все Два вопроса Интересованы Леша не голубой Нет А Камиль не пьет Нет Ну слава богу Все До свидания Ааа До свидания Вот Ну как-то Так получилось Распределилось Мы в одном спектакле Мне пришлось Взвалить на себя Роль Трансвестита Вот И я играю В парике С накладными ресницами И очень мне тяжело Постоянно Все это делать Но как-то Вот надо менять имидж Надо искать Какие-то еще Новые 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 красочки Так что Как-то вот Распределяемся Мы А как получилось Так Что Спектакль День радио А кстати Какой из них Первый День радио С него все началось 10 лет наших мучений До этого было конечно Еще 4 спектакля Которые не имели Такого Как произошла Метаморфоза Что спектакль В принципе Театральное действие Превратилось В кино Ну Кино Сначала Все-таки Начнем с того Что Пришел человек И посмотрел День выборов Это продолжение Дня радио И предложил Снять сначала День выборов И сначала Вышел День выборов Как кино А потом Этот же человек Дал уже деньги На день радио Вот у нас Такие два фильма И получились Насколько они там Какой из них Лучше Хуже Это уже судить Там Зрителям Ну я не знаю Я после дня выборов День радио Ждал просто Пиратские копии Всех хожу Где что Отвез И друзьям И друзьям в Германию Показать Соглашали в качестве В качестве выступающего Мы Он участвовал Ни разу Ни разу Ни разу Не подвел Саш Есть ли перспектива Того что подведет Продолжение Эпопеи День радио День выборов Я не знаю Все ждут Третьего дня Но мы сейчас Сняли уже И закончили Вот в Одессе Недавно Третий фильм Наш третий фильм Квартетный Который будет называться О чем говорят мужчины Это тоже фильм По спектаклю Который у нас В театре Саш Прибиваю тебя Извини Опять Алтай Алло Наконец-то Вот мы ждем вас Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Вообще-то вопрос Такой На засыпку ему У него Афганские Какие-нибудь Песни Есть Нет вообще Спасибо Афганские В Рижанском Военном училище Говорит там Что-то Рядом Я Тульская Воздушно-десантная 106 Тоже рядом У него Что-нибудь Там есть На эту тему Есть Но не на афганскую А на тему войны А какая бы война ни была Афганская Или Великая Отечественная Это война Так что про войну Споет Да, но пусть споет Хорошо Спасибо За пожелание Такое корректное Есть возможность Спеть песню какую-нибудь Да Я погиб на войне Я погиб на войне Как давно Как давно Это было Наяву Не во сне У меня есть Могила Я погиб на войне Как герой Не иначе По погибшему Мне До сих пор Кто-то Плачет Я погиб на войне И гордиться тем стоит Про меня Обо мне Столько спета Историй Я погиб на войне Слился взгляд С небесами Я остался В земле Не вернувшийся К маме Я погиб на войне И судьбой Мне остаться На бетонной плите Навсегда В девятнадцать Я погиб на войне Пуля не выбирает Я погиб на войне На войне Так бывает Я погиб на войне Я погиб на войне Весь в простреленных ранах Растворившись на дне В сто-граммовых стаканах Я погиб на войне И себя этим спас Я погиб в той войне Что бродится Сейчас Я погиб на войне Саш, мы Остановились на том месте В котором ты упомянул О Одесской киностудии И о съемках О городе Одесса Где закончились съемки Нашего третьего фильма Который называется О чем говорят мужчины Это фильм по спектаклю Который идет в театре у нас Это история Четырех друзей Которые решили Поехать из Москвы Через Киев В Одессу В самый модный клуб Одессы На концерт Группы Би-2 Потому что мы все устали Кто-то устал от жены Кто-то от работы Кто-то от семьи Кто-то просто хочет там отдохнуть И вот мы все на машине Вчетвером едем И разговариваем О чем обычно говорят мужики О женщинах О футболе О детстве О фашистах О политике Мы заезжаем В какие-то кафешки придорожные Мы переворачиваемся Попадая в аварию Останавливаемся В каком-то отельчике И очень хорошие артисты Нина Русланова Ни Коненко А также медийные какие-то лица Типа наших друзей Жанна Фриске Алексей Кортнев Вася Уткин Олег Меньшиков А все-таки творческое ядро Все тоже Классический Квартет Квартет И много-много-много Наших друзей Друзей-друзей-друзей Но это не день Это не третий день То есть это не день радио Не день выборов Мы это не третий день Которого ждут Наши поклонники Вот Но мы их решили обмануть И решили снять Что-то такое Потоньше Как нам кажется Попронзительней Подраматичнее Мы там все Немножко разные Персонажи Другие Я там уже не такой Не радио Не выборов А такой Работник Какой-то Солидной Интерактивной Организации Я с ноутбуком Циничный Ключевая фраза Вот поэтому Я и не женюсь Ну и так далее В общем Как-то вот Что из этого получится Будет известно В феврале-марте Следующего года А пока Съемки закончились И сейчас идет Период Собственно говоря Монтажа Озвучивания И так далее И так далее Ясно Твой любимый фильм Какой? Мой любимый фильм Какой? Да Вы знаете Ну мне больше всего Нравится День выборов Хотя Мы очень Недовольны Тем Как там Как бы Картинкой мы там Недовольны Но по вот какой-то Бешабашности И материалу Разнообразию Материала Он поярче Понасыщеннее Потому что День радио Все-таки это Одно действие И он немножко Усковато Поэтому Мне больше нравится День выборов А так Ну с другой стороны Как Это фильм В которых я участвовал И они мне все нравятся И главное Мне очень нравится Процесс съемок Потому что он Быстр и стремителен Мы День радио День выборов Сняли за два месяца И вот сейчас За два месяца Сняли разговоры Пулей просто Пулей И ты не успеваешь Как в театре Устать от репертуара Так сказать Вот Замылить Фразу Вот этот глаз Что все одно и то же Четыре спектакля в неделю Значит это соответственно Шестнадцать в месяц Плюс гастроли Здесь стремительно Вокруг тебя Бегает куча людей Ты в центре событий Тебя мажут Гримируют Все И ты Делаешь два-три дубля Как профессиональный артист Киноартист И все И дальше Идешь Кушаешь Потом смотришь Монитор А мы тут еще и продюсеры Так что процесс стремительный А что еще самое интересное Это можно увидеть Я могу себя увидеть В мониторе Могу себя увидеть на экране В театре я никогда К сожалению не увижу Мне очень хочется Вот чтобы Как-то я там вылетел Из себя Вот я играю А тут же я сижу на сцене И смотрю как я играю Такой возможности нет А в кино Давай по очереди Доволен Доволен А зачем ты Спросил Последним Или во всех Ну потому что Последний еще Непонятно что Там еще Ну да Монтаж Озвучка Там еще Как-то Собственные ощущения Совпадут ли они С ощущениями Которые потом будут Уже в конечном продукте Но все три фильма Снимались еще раз говорю Быстро И очень интересно Единственный последний Фильм давался трудно Потому что как-то Ну как-то Почему-то Тяжелее всего Он шел Шел как-то Может быть Время такое Кризис Может быть Все Ужималось Сроки Ну не знаю Алексей Кортнев Сыграл какую-то роль В создании альбома Или не знаю Может быть Какая-то психологическая Роль у него была Да В создании вот этого альбома Конечно Когда я спел Одну из песен На какой-то Из наших там Общих тусовок А мы давно Приятельствуем с Лешей Я ему давно Так сказать Попевал свои песенки Попевая с ним Что-то другое Вот Напевал ему Он так всегда Скептически относился Говорил Ну это ничего А вот здесь вот Фразочка хорошая А вот здесь рифмочка Ничего И когда я спел Набравшись храбрости И чего-то там еще Набравшись Песню Все замолчали И Кортнев сказал Вот Саня Вот эта песня Вот теперь Ты уже можешь Писать альбом Собирай песни Все Так сказать Ранние Последние Набирай альбом И давай И он собственно Как бы меня Благословил И на презентации Моего диска Держал за меня Кулаки И прослушал Я раньше был с собою в ссоре Писал все Писал все песни Он с ней на выезд Снимает проклятие Баба Галли У ясновидящей У бабы Галли Лечит меня Баба Галли Взглядом Никаких лекарств Принимать не надо Нет, ну какие Времена Настали А я лечусь Теперь У бабы Галли У ясновидящей У бабы Галли Смотрит на меня Она пронзительно Чувствуешь себя Потом офигительно Все позади Здоров Как мерен Как никогда В себе Уверен Прошла тоска Ушли печали Ведь вылечился Я у бабы Галли Нет, ну какие Времена Настали Все можно Вылечить У бабы Галли У ясновидящей У бабы Галли Колдунья В шестнадцатом Поколении Рукой поднимает Мое настроение Нет, ну какие Времена Настали А я все Вылечил У бабы Галли У ясновидящей У бабы Галли Святая женщина С ней Новые Снимает Проклятия Родовые Нет, ну какие Времена Настали А я все Вылечил У бабы Галли У ясновидящей У бабы Галли Вот только все Мы недавно узнали Сдохла старушка Нет, бабы Галли Какая потеря Пойду к бабе Вере Саша, почему ты сейчас Вспомнил Одессу Вот что запомнилось мне Два рекламы Две рекламы было Одно не помню На какой улице Большой Вернее не очень Большой магазин мебели Вот И написано Большим буквами Мебельман Это раз Да А второй был Огромный баннер Прям на перекрестке стоял Женщина с характерным Одеско-семитским профилем Вот И написано было Ясновидящая Ванда Моисеевна Ванда Моисеевна Вот сразу проникаешься К этому человеку Я просто знаю Один журнальчик Там открываешь Последнюю страницу И там так Кстати, твое отношение К ясновидящим Ну Негативное Потому что Шарлатанов полно И как бы То есть Я не знаю Людей, которым они помогли В основном Это всегда какая-то Какая-то ерунда Поэтому я как бы Написал эту песенку С такой С иронией Ну ответил Да, ответил Собственно, да Это мой ответ Всем несновидящим Ясно Из Москвы СМС вопрос Собираетесь ли вы Снимать клип на свои песни Снял уже клип на Песню, с которой Мы сегодня начали Не виновата Не знаю Насколько он понравится Собственно На каналах Возьмут ли его Не возьмут Но Там снялся весь квартет И моя Возьмут Да И моя знакомая Хорошая подруга Нонка Гришаева Красотка Нона Которая работает с нами В театре Снимается Снималась во всех наших Фильмах И в последнем тоже Она принимала участие Или это дуэт? Во-первых У нас на Альбоме Есть песня С ней Я сегодня ее не буду Исполнять Потому что нет Ноны А значит Она просто В этом клипе Как актриса Играет Вот То есть Там Украсила Украсила А бриллиантила Украсила Причем своим плечом Она его там Немножечко так Показывает Вот И глазками так Моргает Поэтому я думаю Какая-то аудитория У этого клипа Будет точно Мужская У нас как-то все складывается Замечательно Вот как раз Плечо Ноны И следующая песня Любовь Отлично Когда мне Не везет И тонут Корабли Я знаю Что спасет Огонь Твоей Любви И горе Не беда В водовороте Дней Гори Моя Звезда Огонь Любви Моей Любовь 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 В сердце К нам стучится От нее Не скрыться Любовь 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 Где-то рядом Ходит Сердце Сердцем Сводит Любовь 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 Это хоть Любовь Происходит Любовь 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 Никто Любовь Любовь, любовь, в сердце к нам стучится, от нее не скрыться Любовь, 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 где-то рядом ходит, сердце сердцем сводит Любовь, 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 это хоть однажды происходит с каждым Любовь, любовь, любовь Любовь, любовь Любовь, любовь, любовь В сердце к нам стучится, от нее не скрыться Любовь, любовь, любовь Где-то рядом ходит, сердце сердцем сводит Любовь, любовь, любовь Это хоть однажды происходит с каждым Любовь, любовь, любовь Любовь Любовь, любовь Любовь, любовь Любовь, любовь Любовь, любовь Я за кулисами театра, где я показал ребятам свои две песни И предложил помочь в аранжировках Поэтому здесь у нас музыкантов мало А на альбоме, конечно, там вся палитра представлена Ну это слышно Золотые города В заключении нашей программы Так, это же надо настроиться Или так? Спасибо 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 В золотые города Ослепительного света Мы уходим навсегда Без обратного билета Планета Моя планета Золотые города 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 Планета Подожди, не улетай Не дописана страница Золотая монеталь Пересечена граница Мне снится Все снится Золотая даль 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 Золотая даль 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 Все снится Незаконченный куплет Только половина песни И неважно сколько лет Жалко только, что не вместе Не вместе В том месте В том месте Которого нет 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 В том месте Нет Нет В золотые города Ослепительного света Мы уходим навсегда Без обратного билета Планета Планета Моя планета Золотые города Золотые города Гарада 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 Золотые города Гарада 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 Золотые города Гарада 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 Будут Хороший ответ, достойный Мужчина сказал, мужчина сделал Александр Демидов сегодня был у нас в гостях Мне понравилось, спасибо Мне тоже, спасибо большое Ну и часть бобров, конечно же, в акустическом варианте До свидания, господин Редактор субтитров А.Семкин